Мы находимся на территории некоммерческого дачного товарищества «Солнышко-2», где десятки жильцов уже на протяжении шести лет борются за свои же дома. И сегодня блокнот «Краснодар» решил взять комментарий у собственников, которые оказались в такой непростой жизненной ситуации. Бывший председатель совместно с представительной администрацией Прикубанского округа ввели по подложным документам эти земельные участки в земельный оборот. Мы, являясь добросовестными правоприобретателями, то есть видя документы, которые нам предоставили бывшие собственники, то есть договор купли-продажи, свидетельства, кадастровый паспорт, на котором не было ни зарегистрировано, ни обременения, никаких других ограничений, эти земельные участки были приобретены. В 2015 году было возбуждено уголовное дело на бывшего председателя, и она была осуждена по статье мошенничества в особо крупных размерах, где фигурировало порядка 22 земельных участков. Часть земельных участков, как установило следствие, якобы принадлежала Российской Федерации, а часть – муниципальное образование в городе Краснодар. Хотя это вопросы очень спорные, потому что данные земельные участки находятся в границах садоводческого товарищества, а у садоводческого товарищества на данной земельном участке было предоставлено право бессрочного пользования. То есть ими должно было распоряжаться именно правление совместно с общим собранием. И они должны были по суду как бы вернуться в садоводство. Но Прикубанский районный суд вынес решение, которое вступило в законы силы, об изъятии у нас, как у добросовестных правоприобретателей, данных земельных участков в муниципальную собственность. В чем могу сказать, что решения были вынесены в 2016 году, а исполнены где-то не ранее 2018 года. То есть еще порядка двух лет мы все, которые здесь находимся, являлись налогоплательщиками. Мы платили за эти земельные участки, земельный налог и все прочее. На наше неоднократное обращение в администрацию муниципального образования город Краснодар мы получали ответы следующим образом. Да, вы добросовестные правоприобретатели, к вам вопросов нет, но как только мы землю переведем в собственность муниципального образования Краснодар, вы получите эту землю назад. Либо за выкуп, либо бесплатно, либо в аренду. Я сам в 2017 году был на личном приеме у Евгения Алексеевича Первого Шова, бывшего мэра нашего города Краснодара, главы администрации, где было дано указание правовому управлению передать данный земельный участок к правовому полю. А что значит правовое поле в понятии администрации? Пять лет они давали, кормили меня завтраками, давали отказы, отказы, отказы в предоставлении муниципальной услуги. И в конце 30 июля 2021 года я получил иск об освобождении земельного участка путем сноса дома. На данном земле участке, да, я им владел с 2010 по 2018 год, получается, в это время я построил дом. Я являюсь добросовестным правоприобретателем. У меня вопрос к администрации, каким образом я и все мы здесь присутствующие вы должны отвечать за преступные действия людей, которые уже понесли наказание. Вы обещали эти земли вернуть нам. Так дайте их право выкупить, либо выделите нам их, как положено, по закону. Вы сами нарушаете земельный кодекс Российской Федерации, где статья 39.20 земельного кодекса гласит, что преимуществом права выкупа земельных участков пользуются люди, чья собственность расположена на данных земельных участках. Получается, что нарушение идет от этого права. Идут всякие препоны, всякие проверки. Пытаются сказать, что мы сама захватчики земли. Допустим, в отношении меня, могу сказать, было возбуждено дело по административному праву нарушения по статье 7.1. Сама захват земли. Мы приобрели дома в 2013 году. В 2015 нам поставили арест на землю об изъятии земельного участка. Потом мы ходили на приемы к Первышеву. У нас есть все документы, справки о том, что они обещают нам вернуть этот земельный участок бесплатно через МФЦ. Последнее письмо у нас есть от 2019 года. Мы обратились в МФЦ. Нам такой пришел ответ. О сносе дома на основании того, что неправильные границы и часть наших домов стоят, ну, в общем, смежины участки. И четыре дома под снос. Так как у всего солнышка неправильные границы, все дома стоят неправильно. А вот нас сносят. Вот и все. Теперь мы ничего не можем. Участок у нас изъяли. Теперь мы судимся о том, чтобы нам не сносили дом. Ну, пока никаких результатов. Пока у нас все печально. У меня мама беженка, и мне ее негде было прописать. Судились в горячем ключе, чтобы признали, чтобы она получила гражданство российское. Когда здесь обратились, мне сказали, что русские на русской земле не могут быть беженцами. И в итоге вот в 2007 году я в рассрочку купила здесь участок. В 2016 году вдруг меня на суд вызвали. И оказалось, что Бородина, которая была председателем здесь, Таисия Николаевна, осуждена за мошенничество. Причем нас, собственников земли, на суд не вызывали. Мы даже не знали, что там суды идут. Администрация заявила, что это их земля. И суд постановил, что они пострадавшие. А мы потом не могли получить ни решения суда, поскольку не участвовали в уголовном суде. То есть мы протестовать даже не могли, поскольку никаких бумаг мы не могли получить, как ни участники уголовного процесса. А потом, значит, в 2016 году меня вызвали в суд по повестке, ничего не представляющей об изъятии участка. И когда я пришла на суд, то оказалось, что меня изымают участок. Для меня ситуация очень непонятна, почему земли, которые были переданы в безвозмездное пользование в 1992 году Солнышку, которое тогда являлось садовым товариществом, Солнышко просто, забирают у людей муниципалитет. Во-первых, все участки приобретены гораздо позже, в 2010 году, в 2014 году. Участки приобретены с домами. Люди покупали добросовестные правоприобретатели. И непонятно еще, каким образом они могли законы своей сделки подтвердить, как ни подтверждением с Росреестра, что эти дома были, участки не арестованы, были оформлены в собственность у продавцов. Ну и сейчас вот уже люди 2016 года, кто 2016, кто 2017, кто позже подключился, пытаются восстановить права на свои дома. Я мать четырех детей, многодетная семья. У меня есть особенный ребенок, ребенок инвалид. Мы приобрели наш участок в 2015 году. Но тем не менее, несмотря на то, что мы приобрели его по документам, свидетельства, все как положено, прошли много инстанций, мы не имеем права свободно дышать грудью и делать ремонт, вообще преображать свой участок, потому что у нас нет земли, у нас есть дом, непонятно, где он находится, в воздухе получается. В прошлом году, перед Новым годом, у меня была внеплановая проверка. Мне позвонили администрации, приехали буквально без предупреждения, около ворот у меня дома не было. Соседка вышла и сказали, что нам нужно провести внепланную проверку. Я говорю, на каком основании? На постановлении. Все это было сумбурно. Через три дня созвонили и сказали, что нам нужно посмотреть участок, нам нужно посмотреть простройки, и нам нужно посмотреть, сколько квадратов в наш дом. Я говорю, скажите, пожалуйста, а какое отношение квадраты имеют, и вообще мой дом к участку? У вас есть документы? Я говорю, да, у меня есть документы. Была пауза, а потом через несколько дней сделали проверку, но без меня. То есть запустили, я не знаю, как это называется, в общем, видеокамера. Приехали буквально за 10 минут, сделали проверку. Это засняли соседи, все на видео. Просто у них камера стоит около дома. Вот, все зафиксировали. Мне хочется сказать, почему происходит такая несправедливость? Почему с ними, с детьми, вот здесь кто собрался, ветераны, участники военных действий? Почему мы должны страдать? Почему мы не должны жить? Почему принимаем беженцев? Почему сами себя сейчас чувствуем как беженцам? Нам куда бежать из своего дома? Нам некуда бежать. У нас это единственное жилье, единственный дом, где мы должны жить. Это нормально. У каждого человека должен быть дом. Мы, жители города Краснодара, Краснодарского края, обращаемся к нашему губернатору Кондратьеву Вениамину Ивановичу. Уважаемый наш губернатор, просим вас разобраться в нашей проблеме и помочь нам. Мы хотим жить в своих домах, на наших участках, со своими детьми, со своими семьями. Это наше единственное жилье. Мы устали бороться, но мы не отступаем. Нам не надо чужое, но свое мы не отдадим. Мы не хотим быть беженцами в своей стране.